А теперь отправимся за кулисы изучать основы езды на мотоцикле. Особо важным для новичка является регулировка управления мотоциклом. Это сцепление, газ, передача и передний и задний тормоза. Я очень часто становился свидетелем трудностей в управлении мотоциклом из-за плохой регулировки. В такой ситуации начинающий спортсмен не может совершенствоваться. Блохо работают все системы управления машиной, соответственно он не может научиться правильно действовать. А что уж говорить об управлении автоматически, на уровне рефлексов. И если вы хотите стать классным гонщиком, постоянно следите с системой управления и регулируйте их перед стартом. Отработка управления всеми видеосистемами — это основа. Вы должны приобрести необходимые навыки, чтобы стать хорошим профессионалом. Не просто научиться управлению, а сделать так, чтобы эти рычаги-рукоянки стали продолжением ваших рук и ног. Вы должны уметь работать ими одновременно и в определенной последовательности. Выполнять свои действия автоматически и полностью контролировать каждую систему. Я никогда не говорил, что вам будет легко. В мотокроссе такого вообще не бывает. Есть только единственный правильный путь. И если бы он был легким, то на любой смог бы добиться успеха. И не было никакой борьбы. Если вы научитесь определенным правилам и отработаете их на практике, то владеете искусством управления мотоциклом. Когда профессионал садится на мотоцикл, он знает, что все системы управления тщательно отрегулированы, являются частью системы. И он в состоянии управлять машиной именно так, как привык. В следующей части фильма мы рассмотрим регулировку всех систем по отдельности начиная с рычага переключения передач. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится на одном уровне с верхом педали. Нажимать на педаль легко. А вот движение вверх необходимо, чтобы ступня находилась под рычагом. Особенно трудно его выполнить. Когда корпус вынесен вперед, потребуются некоторые навыки. Если рычаг находится чуть выше или чуть ниже педали, то переключение передач в различных положениях тела будет затруднено. Поэтому для того, чтобы нажать на рычаг, бонщик будет вынужден жертвовать правильным положением тела. Чтобы подобного не происходило, установите рычаг в правильное положение. Для профессионала всегда очень важно следить за состоянием тросов газа и сцепления. А также самого сцепления, чтобы они работали плавно и легко. Большинство новичков регулярно проверяют их, вследствие чего управление этими системами выходит из-под контроля. Требуется физическое усилие для нажима и поворота. Установите рычаг сцепления так, чтобы он был чуть наклонен вниз. Когда вы сжимаете рычаг, он должен упираться в рукоятку снизу. Не до ее края. Середина рычага должна также касаться самой рукоятки. Если рычаг сцепления выгнут и касается рукоятки по-другому, возьмите ключ и подогните его назад. Отрегулируйте ход рычага так, чтобы вы свободно могли действовать двумя пальцами. Когда рычаг отрегулирован и находится в правильном положении, это легко. И если нет, то ничего не выйдет. Многие гонщики не смогли научиться правильной технике работы сцепления, только потому что оно не было установлено на место и отрегулировано. КОНЕЦ Педаль сзади у тормоза должна быть установлена чуть выше, примерно на 3 мм, выше педали, на которой находится ступня. При таком положении педали вы сможете пользоваться ей при вынесенном вперед и назад туловище. Если она ниже, то вы не сможете нажать ее, когда находитесь сзади. А именно при таком положении тела происходит наиболее сильное торможение. Если педали выше, вы также не сможете ей нормально пользоваться, так как будете нажимать слишком сильно в положении стоя над центром тяжести мотоцикла. Для того, чтобы без помех тормозить в любом положении, правильно установите педаль заднего тормоза и привыкните к ее работе. Рычаг переднего тормоза должен быть установлен в том же положении, что и рычаг сцепления. Так им будет удобнее всего пользоваться. Кроме того, вы сможете одновременно действовать рычагом переднего тормоза и рукояткой газа. Эта техника потребуется вам при прохождении поворотов. Когда вы увеличиваете газ, то автоматически отпускаете передний тормоз. Большинство профессионалов предпочитают свободный ход рычага переднего тормоза. Его сжимает всего лишь один палец. Таким образом, в большей степени контролируется рукоятка газа, и гонщик крепче держится рукой. Многие начинающие гонщики редко пользуются передним тормозом. Некоторые вообще ему пользуются. Передний тормоз действует гораздо сильнее заднего. И если вы один из этих гонщиков и не увидите пользоваться передним тормозом, то выход здесь один. Работать надо этой техникой еще больше. Практикуйтесь и чаще пользуйтесь передним тормозом. Вскоре вы почувствуете, что действуете уже автоматически. Но для того, чтобы учиться, необходимо установить рычаг переднего тормоза в правильное положение. Правильная установка всех пяти систем управления очень важна. Если вы хотите двигаться на высокой скорости и контролировать ситуацию, все системы должны всегда быть отрегулированы и работать очень точно. Установка руля под определенным углом также очень важна. Ругайки должны быть установлены параллельно горизонтали. Редактор субтитров А.Семкин Установка оборотов. Это одна из тех маленьких незаметных деталей, которые кажутся маленькими и незаметными. Но один профессионал не позволит себе установить двигатель на слишком высоких оборотах. Почему? Любой профессионал, услышав, как работает двигатель этого мотоцикла, скажет, что на нем едет новичок. Посмотрите за этим на гонку. Профессионал никогда не устанавливает двигатель на высоких оборотах. Так что мотоцикл работает только на малых оборотах холостого хода. Некоторые новички установят оборот так высоко, что им приходится сжимать на сцепление, замедляя движение перед поворотом. Это сама по себе ошибка. Единственное, когда вы можете сжимать сцепление при торможении, только если специально собираетесь блокировать заднее колесо. Оставьте сцепление в покое. И пусть только двигатель замедляет движение мотоцикла. Не устанавливайте обороты двигателя слишком высоко. Устанавливайте их так, чтобы двигатель и мотоцикл на холостом ходу работал на малых оборотах. Если обороты выставлены правильно, то двигатель будет совсем по-другому звучать. Когда вы сбросите газ перед поворотом, двигатель быстро замедлит свой ход. Таким образом вы ускоряете свою остановку. Особенно это важно при гонках на мотоциклах с большим объемом двигателя, 250 и 500 кубических сантиметров. Кажется, что все это не так важно. На самом деле в мотокроссе важно все. Несколько маленьких различий вместе создают одно большое.